Здравствуйте, дорогие друзья! Рада приветствовать вас на своем канале! Сегодня хочу начать курс роликов Фиалочный бизнес от А до Я На своем личном опыте хочу с вами поделиться Как я научилась выращивать розетки Как я пришла к тому, что фиалки это хороший метод зарабатывания денег для себя И хочу поделиться с вами той информацией, которая накопилась у меня В принципе за 3 года работы С чего я начинала, какие ошибки я допускала Если вам будет интересно, смотрите, слушайте, буду рассказывать Для начала хочу рассказать немножко о себе Меня зовут Юля, я живу в Киеве, Украина Имею высшее техническое образование Проработала 10 лет по специальности Но когда наступил момент решать, семья или работа Я решила, что семья прежде всего для меня И начался процесс поисков заработка на дому В тот момент, конечно, я недооценивала ситуацию Вот именно ситуацию со соцсетями Это я однозначно подтверждаю Потому что да, я недооценила их важности Решила, что такое ВКонтакты, что такое Одноклассники, Ютуб Это все не то, не для меня, мне нет времени Хотя в принципе и в тот момент у меня не было такого интернета Которого позволяло вот как сейчас загрузить, снять Хотя техника была, да Загрузить, снять ролик, посмотреть Допустим, фильм качали там сутки Потом смотрели его Но это такое, это техническая сторона Которая в принципе очень важна Вот в том бизнесе, в котором вот я сейчас занимаюсь Потом пробовала, выращивали мы рассаду Помидоры потом мы выращивали Но это не тот эффект экономический Не сравнимый с трудовыми затратами Которые нужно вложить, чтобы вырастить и продать Потом пробовала я делать заколки канзаши Всем девочкам привет Такие вот заколки я делала Пыталась себе продавать Вот, можете посмотреть Да, очень классно Такие вот разные интересные обручи Но не пошло у меня Вот, есть у меня и авторские работы, конечно Делала я работы такие канзаши Или как правильно сказать, наверное, канзаши Вот, заколки делала Пыталась продавать Но, к сожалению, кризис пришел Люди стараются покупать китайское Вот, наше вручную сделанное Никому не нужно Вот, а если и нужно, то в очень ограниченном количестве И, в принципе, так потихоньку С учетом затрат на заколки На время изготовления На ленты На всю вот эту вот Всю эту бижутерию Это все достаточно трудоемкий Материалоемкий вот Да, процесс Вот, я уже впала в такую вот Ну, депрессию, думаю Ну, что будет, то будет И зашла я на нашу LX У нас в Украине есть хороший портал Который продает Все, что продается Вот, в пределах законодательства, конечно же Захотелось мне фиалки Фиалками я, в принципе, выращиваю фиалки Я со школы Еще когда-то Еще Поль Баньян Кто знает, этот сорт очень старый У меня все Все листики где Что только могла скубнуть Все щупнуть Я пыталась, садила Понятно, там все это В огороднюю землю И как мне удивительно Росло, да Вот Поль Баньян Такой сорт, который просто Неубиваемый Даже огородней землей И не поливами Ну, вот Фиалками я, в принципе, общаюсь давно Но вот выращивать В масштабах Со стеллажами Со всем С протравками Вот С удобрениями Качественными Я начала вот Буквально Ну, три года назад Так я сказала уже Вот Посмотрела я на Лекс Объявление Глянула Думаю Ну, хочется Мне Давно уже не было Давно не покупала Возьму себе фиалочки Заказала у девочки Посадила Принялась Растут Вот Листики укореняются Все замечательно И тут меня осенила мысль Ну, если я такая, да Которая нагребла себе Кучу сортов Ну, наверное, я не одна Да, но я не то, чтобы там читала информацию Вот как-то Просто вот пришло в голову Вот так вот Спонтанно Вот Почему бы не заняться Не попробовать Я не знала Получится Не получится Будет идти Не будет идти Денег особо так, знаете Ну, как бывает Всегда Ну, хочется все и сразу Но все сразу и не получается И Начала Собирать коллекцию Сначала это было 50 сортов Сейчас я уже не знаю сколько Я не считаю Потому что начинаю считать Потому что это пропадает Я так знаю Вот больше 300 Все Это цифра, которая как бы Меньше 1000 И больше 300 Все Между этими Между этими двумя цифрами Вот Значит Если вы собираетесь Сделать бизнес на фиалках С чего нужно начать Первое С чего нужно начать Это определиться Растут ли у вас фиалки Понятное дело Да Самое важное Растут Получается Не получается Потому что Фиалки это такое растение Которое не у всех растет Это можно признать Вот Много я общалась с девочками И мне рассказывали Что вот У одной девочки растет У другой не растет Ну не хотят Они у нее расти Или условия Или Вот кажется Все Да То же самое Да Даже ту землю покупаешь Одинаково Одного человека растет У другого нет Значит Определяетесь Растут у вас фиалки Замечательно Хорошо Можно двигаться дальше Второй момент Как И где Вы будете Их ставить Так Это место Самое важное Если вы хотите Выращивать фиалки Для них Нужно место Место укоренять Место растить Место рассаживать Место для того Чтобы Вот такие вот Розетки Большие Да Вот не так Стояли плотно Хотя у меня Так и стоят плотно Но чтобы между ними Хоть какое-то расстояние было Хотя в принципе Тоже не критично Значит Место Определяйтесь Если у вас Есть место Где поставить Эти растения Так Место Есть Замечательно Есть место Есть окна Так Следующий Немаловажный момент Это третий Наличие Аллергических реакций У ваших Близких Родственников Вот Которые живут С вами В одном доме Потому что Фиалки Это не только Красивые Да Драгоценные Цветочки Но еще И Вредители А также И борьба С этими Вредителями То есть Как бы По сути Фиалочка Как цветок Как цветущее растение Она не представляет Никому Из ваших Близких Угрозы Вот Потому что У нее пыльники Закрыты Она абсолютно Не выделяет Никакую пыльцу Для того Чтобы здесь Что-то Получить Нужно Это все Разломать Да И запылить Вот Поэтому Вся Сложность Сводится К тому Что Фиалки Как и любые Растения Подвержены Болезням Заболеванием Подвергаются Нападению Вредителей И соответственно Чтобы с ними Бороться С этими Вредителями Нужно проводить Регулярные Протравки Препаратами Которые Естественно Они подходят Определенным Людям В частности Детям Там Вот И так далее То есть Если у вас Нет места Чтобы Проводить Протравки Нету Возможности Да Вот Выпроводить Своих Проветрить Помещение Если у вас Есть Допустим Пару сортов Фиалок Штук 30-40 Красавец Растут И вы Планово Два раза в год Проводите Обработку Так Тем же Октофита То наличие Уже Больше 100 Да Розеток Уже Соответственно Идет Совсем Другой Объем Химикатов Совсем Другой Объем Обработки И Соответственно Совсем Другое Количество Ядов Начинает Брызгаться В доме Поэтому Очень Важный Момент Это Третий Еще раз Повторюсь Это Наличие Аллергических Реакций Потому что Можно Завести Можно Начать Выращивать А когда Начинаются Протравки Начинаются Проблемы Со здоровьем Поэтому Здоровье В первую Очередь Есть Люди Которые Нестойкие Есть Люди Которые Стойкие Есть Могут Протравить И ничего Не случится Хотя В принципе Я Обрабатываю Такими Препаратами С девочками Общаюсь Которые Имеют Третий Класс Опасности Они Не Токсичны Настолько Насколько Токсичны С классом Первым Или вторым Поэтому Тоже Такой Момент Есть Важный Который Нужно Обязательно Учитывать Перед тем Как Начинать Заниматься Фиалками Что Фиалки Это Не только Вот такая Красота Это Не только Цветочки Это Еще И Обработка Химикатами Продолжение Данной Темы Приглашаю Просмотреть В следующих Выпусках Темы Фиалочный Бизнес От А до Я Спасибо За просмотр Удачного Вам дня Продолжение следует